Выходим на финишную прямую. Вышли, точнее, завершили регулярный чемпионат. Андрей Владимирович Толочко, главный тренер волейбольного клуба «Зенит». Андрей Владимирович, первым делом, с победой, с какой точки зрения, с точки зрения каких деталей сегодня эта игра была для вас полезна, мне кажется, в первую очередь, в том смысле, чтобы была ротация состава, кое-какую игровую практику получил не только Мелкозеров, но и Подребинкин, который выходил не только на подачу, у него игровой отрезок был, и Готов на площадке во всех партиях тоже появлялся. Ну, возможно, вы отметите 100 тысяч. Нет, ну, во-первых, эта игра была важна, так как у нас уже таких командных тренировок перед пловом нет. И мы ее рассматривали, как и предыдущие игры, играть на победу и не сбиваться с ритма, которого мы сейчас набрали. Это важно. И это было все объяснено ребятам, и судя по игре, то, что сегодня было, ребята с пониманием к этому отнеслись. И дать еще и резервным игрокам, которые у нас есть, дать немножко игровой практике, чтобы мы понимали, что у нас есть резервный игрок. Вышел сегодня молодой Котов. Выходят люди не просто так, они это заслуживают на тренировках. Поэтому он заслужил сегодня и не подвел нас. Спасибо большое. Не могу не спросить. Это всем, безусловно, интересно. Поэтому спрошу, Егор Клюков у нас близок к возвращению. Ждем ли мы его в первом матче плыва 20-го или пока говорить об этом рамках? Я бы не хотел бы торопиться, но, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Не буду ничего скрывать. У нас динамика хорошая, но мы еще не готовы с ним. Поэтому он не готов выйти еще полностью в игровой отрезок времени. К сожалению, это так. Понял. Раул плей-офф мы играем против нижегородского ЦСКА. Можно ли сказать, что это выгодней, чем встреча факелом, допустим, с той точки зрения, что это более короткие перелеты, переезды? Это не имеет значения. Это очень важное значение. И мы этому очень рады, что у нас действительно будет короткий перелет. И все-таки временные тоже в московское время нас это вполне устраивает. А с кем играть было, с факелом или нет, по игре нам было все равно. С точки зрения логистики, это нам будет. Спасибо. Ваши вопросы, коллеги. Скорее, диньор наручу попадает в заявку в последующий матч. Он попадает в заявку, но, к сожалению, он может только сейчас выступать и подстраховать нас как либер. На сегодняшний момент он еще, если вы видели разминку, он еще не может полную силу прыгать. То есть, к сожалению, журнал у нас тоже только может быть. Вы знаете, я боюсь загадывать. Хотелось бы, чтобы мы полным составом, конечно, дошли до финала шести, но до него надо еще дойти. Я не люблю бежать и играть. А чем опасен Нижний Новый? У него нет давления никакого. По большому счету, эти две команды хотели играть с нами. Они не хотели играть с Москвой, это факт. И поэтому сегодня такая жесткая была игра. Но с одной стороны, это хорошо, что они побились так жестко. Спасибо. Все. Большое спасибо. Спасибо.